Ярославль во власти проливных дождей. По прогнозам синоптиков, такая погода установилась на всю эту неделю. Потоки воды не только на городских дорогах, течет и по стенам многих квартир. К столкновению с коммунальными ЧП нужно быть готовыми, решили мы. И прямо сейчас представим инструкцию, что делать, если вас заливает. Ну и в первую очередь, жильцам пострадавшего вследствие коммунального ЧП дома стоит знать, к какой системе управления относится их жилье. В Ярославле работает более 300 организаций, в том числе 42 управляющие компании и более 250 товарищей собственников жилья. К какой категории относится ваша жилплощадь написано в вашем квитке об оплате. Там же есть и контактные телефоны, специалисты рекомендуют всегда держать их под рукой. В случае любой аварии в вашей квартире в первую очередь нужно обращаться на прямые телефоны управляющих компаний или ТСЖ и объяснять диспетчеру все подробности ЧП. Если трубу прорвала или с потолка полилась вода в выходной день или ночью, то стоит сделать звонок в аварийную службу водоканала. Телефоны вы сейчас видите на экранах. Если же произошел прорыв и вода начинает заливать подъезд или подвал, то после звонка в управляющую компанию или ТСЖ нужно сделать дублирующий звонок в городскую аварийную службу по телефону в Ярославле 404040 или 414141. Здесь разговор зафиксируют и в дальнейшем он станет доказательством аварии. Если в результате ЧП страдает имущество жильца, обязательно снимайте все на телефон, фотоаппарат или видеокамеру. Не забудьте на гаджетах выставить предварительно дату и время съемки. И напомните представителям управляющей компании, что они должны составить акт и подписать его. Если управляющая компания сразу не готова возместить ущерб, эти документы как раз позволят вам добиться выплат через суд. Отмечу, что в акте о затоплении квартиры должны быть указаны следующие данные. Подробно описаны случившиеся в квартире дата составления акта, адрес квартиры, фамилии и должности лиц, составивших акт, описи, спорченных в результате потопа вещей. Если на ваш звонок управляющая компания или товарищество не реагирует, тогда обращайтесь напрямую в департамент городского хозяйства мэрии или в областной департамент жилищно-коммунального комплекса. Телефоны на экране обязательно сейчас запишите. И самое главное, выезд аварийной службы или вызовов слесаря в таких случаях абсолютно бесплатный. Дима, вот так пошагово следует действовать, когда у вас в квартире случилось ЧП коммунального характера. Надеюсь, ни у кого таких ЧП больше не будет, потому что у меня один раз и созаливало квартиру. Не самое приятное зрелище.